Друзья, привет! Начинаю стройку. И стройка, конечно же, начинается с разметки, с планирования участка и с забора. Забор будем делать металлический, из профлиста. И как его буду делать, покажу все этапы. Смотрите, наблюдайте. Поехали! Первое, что мы сделали, мы вызвали геодезиста и разметили, где будет наш забор. По возможности, по периметру разровняли весь участок. И смотрите, поставили три колышка. Четыре у нас есть. Вот он. Первый здесь, второй там и третий там. Четвертый идет у нас соседский. Поставили их. Посмотрели, чтобы все у нас было по уровню. Все четко, хорошо. Этот тоже. И те также я колышки все пробегал, они все стоят по уровню. Следующий этап от этих колышек мы тянем шпагат, чтобы последующий ряд у нас шел уже ровно. Перепад участка большой. Вечером я приехал по темноте, поставил в середину, вон там лазер. И по периметру, по всем колышкам дал отметки, где идет уровень. Перепад, конечно, получился больше от того до того угла, больше, наверное, полтора метра. Сейчас все натянем, посмотрим и уже будем планировать наш забор. Сегодня наша задача засверлить мотобуром все ямки и забетонировать столбы. И более-менее как-то это все распланировать. Все. Начинаем рабочий день. Следующий этап. Это мы, смотрите, тянем шпагаты. Два шпагата. По низу шпагат и по верху. Отмеряем 3 метра. Этот ряд уже прогнали. Ковышки стоят все четко, ровненько. И смотрите. Бурим яму. Яму. И вокруг ямы мы еще на штык примерно делаем все вокруг ее, пробуриваем. Получаются вот такие лунки. Чтобы она плотнее садился, столб у нас. И все. И погнали. Здесь ригнок прогнали. Один берет, замешивает у нас. Раствор делаем 4 к 1. И все. Давай, погачивай. Делаем глубину. И потом вот так вот мы ее еще на штык лопаты прорезаем. Чтоб столб сидел лучше. За сегодня, я думаю, мы все забетонируем. А где будут ворота, мы делаем столбы немножко побольше. Металл 10 на 10. Здесь будет калитка. Основные столбы мы выставили по периметру. 60 на 40, которая. Сейчас начинаем делать поперечные. Поперечный металл у нас 40 на 25. И что мы делаем? Мы его лежа на полу берем. И привариваем к нему вот сюда, смотрите, 10 на 10 еще один металл. Впоследствии у нас будет сюда вставляться трофлист. Делаем это для того, чтобы удобнее было, не на весу. Сейчас покажу примерно, что получится. На этом участке будет двое ворот. На ворота вот столбы. И будет там. Одни ворота. На ворота столбы делаем помощнее. И здесь еще будем все бетонировать. Полностью. Попробуем сделать ворота откатные. Если получится, то это будет хорошо. Участок у нас с уклоном. Поэтому будем делать небольшие ступени. Здесь эта сторона у нас получилась ровненькая. Смотрите, технология какая. Наварили мы профиль 40 на 25. И внутри вот 10 на 10. И так же берем метку. Лис у нас будет 2 метра. Берем 2,03-2,02. Ставим. И внизу, внизу. Так же отмеряем. Такое же расстояние. И потом сюда профлист просто будет вставляться. В эти пазы. И крепится. Потом это все покрасится. Проверяем уровень столбов. Уровень стоит четко. Все нормально. Отлично. Сегодня небольшой ветер. Сейчас видите. Там по периметру идет небольшой выступ. Мы как сделали. Здесь будет скат. И там каждые 5 столбов мы опускаем на 28 сантиметров. Чтоб как-то было красиво и симметрично. То есть пролет прошел. Там отпустили 28. Следующие там отпустили 28. И так гоним. И потом уже отверху будем отмерять опять же. 2,0. 2, 2, 0, 3. И спокойно делать. Вот видите. Потом эти все будут профиля шлифоваться. Уже вон ребята шлифуют, стоят. Красится. И все. И получится снаружи. Все красивенько. И аккуратно. И relat wandering сейчас. Иarks на новую Bemgary. Игорь. 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 С vuel. Игорь. 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 так смотрим значит периметр мы сделали все по периметру каркас сейчас занимаемся воротами ворота у нас будут откатные и смотрите что делаем зарываем здесь траншеи вырвали и ставим такой металлический уголок 40 на 40 делаем его на штыри выставляем по уровню как у нас будет прихватываем столбам и потом мы его будем бетонировать и вот у нас вторые ворота также смотрите вырвали траншеи где будет у нас бетон и огородим сейчас опалубку также высадил уголочек сейчас все вырываем ставим опалубку и потом будет заливаться все бетоном откатные ворота друзья очень удобно рекомендую так как здесь будет проезжая часть чтобы они туда-сюда не распахивались при ветре сегодня ветреная погода мы сделаем откатные опалубку выставили и начинаем лить бетончик так опалубку залили вот так у нас получилось расстояние все одинаково теперь можно снимать по воротам ворота каркас тоже все сварили смотрим вот уголок вот колесики две штуки там и здесь на которых она катается приварили она по этой рейсе вот будет туда-сюда ходить сверху также стоят два крепления здесь одно и здесь одно и также она туда-сюда будет спокойненько ходить наварили калитку на выходные время зафиксировали чтоб ничего не сняли и вот сюда также врезаем замок на время стройки обязательно сердцевину сам замок сделаем чтоб с двух сторон она закрывалась чтобы не смогли не перелезть и с другой стороны открыть важный момент смотрите калиточку делаем открывание вовнутрь и вот так вот шарнира с правой стороны чтобы при ветре никто не смог себя повредить и сейчас сделаем такие же ворота с другой стороны и вот вторые ворота еще не готовы сегодня будем делать но опалубку мы уже также залили чтоб когда миксеры будут ходить сюда машины грузовые уголок у нас не склался между собой сейчас начинаем делать ворота сварочная работа у нас заканчивается и подготавливаем металл чтобы монтировать профли для этого всю сварку нужно заназдачить мы берем болгарки шлифовочные диски вот такие и начинаем вот эти капли все срезать по всему забору были вот такие мы делаем их вот так и потом еще сеткой обрабатываем металл встаем в две-три болгарки и погнали вот так делаем все двое шлифуют крупными дисками третья болгарка шлифуют щеткой жесткой чтобы удалить всю ржавчину и другой человек идет сразу красит тоже можно вдвоем вот такая болгарочка покажи щетку Сань берем одеваем на болгарку вот такую щетку и начинаем шлифовать шлифует и все и потом вдвоем втроем также встаем и начинаем красить нитроэмалью черненькой и все и получается вот такая уже красота все за сегодня я думаю мы все зашлифуем закрасим ворота все доделаем а завтра начнем шить профлист а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потом еще пройдемся Еще одним и все Снизу, снизу, бей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok После того, как мы обшили весь периметр Снутри все прокрепали Мы что делаем? Берем клепки коричневого цвета Берем мерку одну С той стороны ее замеряем С внутренней стороны забора Чтобы она была ровно посередине трубы, которая у нас идет для усиления И вот таким образом через одну волну подставляем Поближе может подойти Отмеряем И начинаем засверливать Один человек засверливает Другой человек идет и клепает И вот таким образом Некоторые делают в каждую волну Мне кажется, через волну будет достаточно Вот отсюда еще заходи, прямо смотри со стороны Отмерили помидки Все, она ровно попадает В середину Трофиля, который идет С внутренней стороны Забора Опять отмерили И еще один человек В данный момент, который меня снимает Идет сходу И делает швы на четыре кнопки Клепки Сразу сходу Ага, и вот так это все получается Посерединке через одну волну делаем И на швах Вот раз, два, три, четыре И так же все проходим Все получается аккуратненький шов Вот клепка Раз, два, три, четыре И все И таким способом Мы проходим весь забор Ну вот и закончили наш забор Друзья И хочу показать, что у нас получилось Смотрите В результате получился Вот такой красивый забор Длина забора Около 120 метров Если быть точно Примерно 117 Высота 2 метра Профильста Участок у нас Смотрите, я уже как говорил Неровный Высота перепадов Получается С того угла До того Примерно полтора-два метра И поэтому получились Видите На заборе На заборе перепады Но никуда не денешься Сделали двое ворот Откатных Здесь и здесь Чтобы было удобно Я обещал Сказать Сколько будет стоить Цена такого забора Смотрите Материал Весь покупал В городе Абакан На базах Металлопрофиль Со скидками И На материал У меня Вчера Примерно посчитал Ушло Почти 180 тысяч Не считая Работы Работа Такого забора Стоит От 500 рублей Погонный метр Какие сложности У меня Появляются Во время Работы Честно скажу Я занимаюсь Отделкой Забор Такой делал В первый раз Что Какие трудности Возникли На первое Что обращу Внимание Вот эти Вот профилечки Которые Сантиметр На сантиметр 10 на 10 Миллиметров В следующий раз Я бы их сделал Полтора На полтора Так как Забор длинный В целях экономии Мы решили Сделать Поменьше Потому что В результате Сумма Получается В принципе Прилично Сэкономить И второе Сами Вот эти профиля Прожилины Мы их Варили На траве То есть На полу И в результате Они Чуть-чуть Деформировались У сварщиков Спрашивал Некоторые Сварщики Глядят Что Нужно было Делать На столах И Полуавтоматом Там Каким-то Ну в принципе Делали Первый раз И на будущее Это все Учтем Смотрите Все Прокрепали Клепоками С той стороны В каждую волну Делали И здесь Вот видите Через волну И на всех стыпках Сделали Вот такие Клепочки В принципе Результат Меня устроил Получился Неплохой Забор А эта Сторона Ветренная Он защищает От ветра И Смотрится В принципе Нормально Вот такой Забор Ребята Дальше Будем делать Фундамент Строить Большой дом Тоже Это все Постараюсь Снимать Показывать Потому что Самому интересно Сталкиваться Со всякими Разными Трудностями Потом Может кто-то Будет делать И Ему Это будет На пользу Все Подписываемся На канал Жмем лайки И Смотрим Дальше Пока